Как думаете, за последние 300 лет, сколько королей Великобритании были этническими немцами? Ни одного? Один? Парочка? Целых три немца? Нет. В этот период все короли Великобритании были немцами. Поговорим о национальности русских царей. В сети полно текстов и видео на эту тему. Русские цари, немцы, романы от Эгэштейнга-Торпы, 1% русской крови в Николае II, ну и так далее. Говорится везде примерно об одном и том же. Оказывается, хотя это школьный курс истории, после смерти императрицы Елизаветы Петровны, российский трон был наследован не по мужской, а по женской линии. Царем стал начертый русский Карл Петр Урих, он же Петр III, герцог Гольштейнга-Торпский. Петр III женился на стопроцентной немке Екатерине II. Их потомки, включая последний русский император Николая II, правили в жены только немок. Все эти факты подаются у нас как нечто невиданное, возможно только в России, даже как заговор, мол, обдурили русских дураков, посадили на трон им немцев. Отсюда выводит уникальное и позорное неумение русских управлять своей страной, чужеродность, зелонамеренность русской монархии, российскую многонациональность и многое другое. Ведь люди уверены, во всякое нормальное строение монарх это чистокровный представитель нации, которую он правит. Король Великобритании, британец, скорее всего англичанин. Король Франции, стопроцентный француз. Испания, испанец. А иначе позор, угнетение, лосиноземцев. Но о чем основывается эта уверенность, вряд ли кто-нибудь объяснит. Просто у нас все не как у людей. А значит, если у нас с царями были немцы, то в остальном мире подобного быть не могло. Сила веры в нашу русскую не похожа на других, в нашу непутевость. Настолько велика, что никто не думает хотя бы поинтересоваться. А как все-таки обстоят дела у людей? Да, фактически род Романовых пресекся в 1761 году. Так, начало 20 века Романовых, которые на самом деле Гэштейнга Торп Романовы, нельзя было назвать этнически русскими или даже славянами. Однако, правда ли, что подобное – резкость мировой истории? Правда ли, что исходя лишь из этноса монарха, может делать выводы о положении дел в стране и угнетении одного народа другим? Давайте разберемся. 1714 год. Королем Великобритании стал герорг Людвиг Ганноверский. Этот немец получил права на английский престол по двум причинам. Первая – его бабушка по материнской линии на половину датчанка. Была дочка Якова Первого Стюарта, короля Англии. Вторая – Георг исповедовал протестантизм. По закону 1701 года, католики не могли претендовать на британский престол. Ни отец Георга, ни его мать не были англичанами. Георг родился, вырос и даже немного состарился вне Англии. Он стал королем Великобритании в 54. Единственное, что реально связывало его с Великобританией – бабушка, умершая, когда ему было два года. Этот Георг Людвиг стал основателем так называемой Ганноверской династии, правившей Британией почти 200 лет, до 1901 года. Сын Георга, Георг Второй, родился от немки, как от немок родились и все последующие представители династии. Так что в знаменитой королеве Виктории, в честь которой названа целая эпоха британской истории, английской крови было еще меньше, чем русской в Николае Втором. Но может быть смерть Виктории в 1901 положила конец немецким королям на британском престоле? Ведь Ганноверская династия пресеклась. Пресеклась, но никто этого не заметил. На троне оказались дети Виктории – Саксинг-Кобург-Готы. Какое отношение те люди имели к злополучной бабушке Георга Первого, Елизате Стюарт, сложно определить. Но Саксинг-Кобург-Готы в лице Елизате Второй является монархием Великобритании до сих пор. Да-да, Винздор – это Саксинг-Кобург-Готы. Отказались от немецкой фамилии во время Первой мировой. Елизате Вторая, нынешняя королева, первая с 1714 года хотя бы отчасти не немка на британском престоле. Она по матери англичанка. Но ее брак с немцем исправила плотность. Думаете, британцев сильно напрягает вопрос этнической принадлежности их королей? То-то и оно. Уже первый король Франции из династии Бурбонов, Генрих IV, взял себе в жену итальянку, Марию Медичи. Впрочем, итальянка Марию можно было назвать только с натяжкой. Она имела итальянские, испанские, астрийские, литовско-польские корни. Жена сына Генриха, она астрийская, тоже, как вы, наверное, догадались, не была француженкой. В ней текла испано-астрийская кровь. В итоге у Людойка XIV, одной из самых знаменитых правителей Франции, если не считать корсиканца Наполеона, были по отцовской линии француз-дедушка, итальянка-бабушка, напылен у француз-отец, по материнской, испано-астрийский мама, дед и бабушка. Не прибавил французской крови в Бурбонах и в дальнейшем. Если мы попытаемся предить Этенс Карла X, последнюю Бурбону на французском престоле, то у нас получится что-то вроде итала-испанца с примесью немецких, польских и литовских кровей. Ну и капли французской. От Генриха IV, первого Бурбона на французском престоле. Самая прославленная из правящих династий Испании, Габсбурги, пришли к власти в стране, унеследовав ее по женской линии. Карл V получил Испанию от матери, как и Петр III. Карл родился на территории Средней Бельгии, его родным языком был французский. В плане крови не Габсбургов, итальянская, австрийская, португальская, немецкая кровь, не сменивших их Бурбонов, которые как бы французы, нельзя было назвать единическими испанцами. Этнос монарха в Европе нигде не имел определяющего значения. Королями Польши были и французы, и шведы, и румыны, и немцы. Королями Швеции становились представители разных немецких династий, в том числе и Гольштенга-Торпы, родственники Романовых. Родоначальником нынешней шведской королевской династии под именем Карла XIV Юхана стал француз, маршал Наполеона Жан-Батист Жюль Бернадот. Итак, мы увидели, что во всех более-менее значительных державах Европы монархи, с точки зрения крови, не являлись представителем той нации, которую они правили. Либо местной крови в них до смешного мало, либо нет вовсе. Поэтому упрекать русскую монархию за ее чужеродность достаточно странно. Такое же положение дел было во всей Европе. Монархи Европы, если брать эпоху, когда монархи еще что-то значило, всегда заключали браки с иноземцами. Это, во-первых, не позволяло за счет родства с монаршим семейством слишком возвыситься местным знатным родам, вспомнив ситуацию, когда ту меньшику, ту долгорукую пробовали поженить Петра II на своих дочерях. И, во-вторых, расширяло международные связи монархов. Вы спросите, почему именно немки? Могли же наши цари жениться на француженках, испанках, итальянках, польках? Неотразимая привлекательность немецких невест складывалась из двух причин. До 1871 года Германия была раздроблена и состоялась множеством маленьких независимых государств. Сложно было себе представить, что герцог из миниатюрного герцогства решится посягнуть на суверенитет веренной ему многомиллионной империи. Мог ли бы бывший курфюз Ганновера, серьезно дейзе, к примеру, перенести столицу Великобритании в свой родной город? Даже звучит глупо. Второе. Как мы увидели, из немок брали жен не только русские монархи, но и монархи других стран. Это делал Германию центром всех династических связей Европы. Подводя итоги, скажу. К русской монархии могут быть разные вопросы. Но тема не русской крови – не вопрос вообще. Тогда уже критикуйте монархию как таковую. Редактор субтитров А.Семкин